В Балаковском районном суде рассмотрено громкое дело о мошенничестве. В 2016 году всего за месяц организованная преступная группа обманула 5 человек, мошенническим путем получив от них большие суммы денег, несколько из них более 100 тысяч рублей. Группа состояла из трех человек – организатора, водителя и девушки, которая забирала деньги у обманутых людей. Действовали по старой схеме, которая непонятным образом работает до сих пор. Участники преступной группы, что было установлено судом, согласно распределенным им ролям, звонили потерпевшим, сообщали о том, что их близкие родственники совершили дорожно-транспортное происшествие с смертельным исходом, о том, что они находятся в полиции, и для того, чтобы им решить вопрос с правоохранительными органами с целью освобождения их от уголовной ответственности, нужны денежные средства. Естественно, престарелые потерпевшие, которым они звонили на сотовые телефоны, будучи заблужденными, сразу же сообщали о том, что у них имеются денежные средства, называли суммы, сообщали адрес, место своего проживания. Участники преступной группы, согласно распределенным им ролям, приезжали по месту жительства потерпевших, забирали у них денежные средства и впоследствии распоряжались ими по своему усмотрению. Суд рассмотрел все собранные доказательства и пришел к выводу о виновности участников преступной группы. Нужно отметить, что организатор преступной группы виновным себя не признавал как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия. За нарушение регламента судебного заседания он был удален из зала судебного заседания до судебных прений. Участник преступной группы вину в рамках предъявленного ему обвинения признал в полном объеме, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. И третий участник преступной группы в отношении его было уголовное дело выделено в отдельное производство. Организатор преступной группы ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории других регионов. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 150 тысяч рублей. Второй участник, водитель, который привозил подельников за деньгами по адресам потерпевших, получил полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвинение же просило для него наказание в виде шести лет лишения свободы. Адвокат не стал комментировать приговор, не пояснив также, будут ли подсудимые подавать апелляции.